Как разработать свою вселенную для ее дальнейшего использования в мобильных играх или книгах? Сегодня мы поговорим на данную тематику. Всем здорово там, господа! Как у вас настроение? Все ли отлично? Все ли прекрасно? Ваша вселенная? Надеюсь, что все ништяк и это видео порекомендовал один из зрителей. Спасибо большое ему! И сегодня мы обсуждаем 8 различных вопросов, без рассмотрения которых невозможно... Возможно... Создание вселенной. Итак, первое, что мы обсудим, это существа. Какие существа населяют твою вселенную? Они летают, они плавают, они живут под землей, они живут в пещерах. Например, у меня были таракашки пещерные, такие на людей похожих, но здоровые такие тараканы, которые жили в пещерах. Это было, в принципе, интересно. Вообще, по моему опыту, я создавал более трех вселенных именно подробно, с 19 различными языками, поэтому мне можно доверять. Итак, в общем, где они летают, где они живут, в общем, необходимо это рассмотреть. Как они выглядят, наши существа? То есть, это, например, с перьями они похожи на птичек, либо же они имеют жабры, вот так вот они дышат. Плюс, вполне возможно, у них легкие, как у людей, как у них все физиологически устроено, это необходимо рассмотреть. То есть, что за существа? И то, без чего нельзя рассматривать существ, это еще в каком мире они обитают. То есть, где они находятся? Они находятся на нашей Земле, то есть, вполне возможно, это Земля, как у нас, либо же это Нептун, Сатурн, Уран и другие различные планеты, либо же это будет выдумная какая-то планета, изобретенная вами, либо же это будет даже не планета, а просто такой пончик, на котором они находятся, либо же они находятся внутри человека, либо же они находятся внутри какой-то электронной установки, например, они находятся в кабеле. Они живут, вот у нас кабель есть, да, розетка, и они живут в розетке, какие-нибудь фиксики там и наподобие такого. То есть, необходимо разобрать, что за мир у нас присутствует. То есть, мир, как он выглядит, какие основные формы рельефа там имеются, седловины имеются, не имеются, холмы имеются, не имеются. Также, есть ли там различные горы, плюс водные структуры тоже, водные объекты имеются или нет. И он работает по законам физическим, как у нас, либо же по каким-то своим законам. Соответственно, здесь у нас подключается физика. Еще физику необходимо разобрать. Мы нарисуем атом. Модель атома Резерфорда. Если мы, в общем, это будем считать, что это атом, да, знаете, там модельку обычно рисуют. В общем, необходимо разобрать, какие физические законы присутствуют. Есть ли там тепло на твоей планете, на твоей вселенной? Есть ли там холод? И вообще, существует ли такое понятие, как холод и тепло там? Есть ли вообще воздух? Движется ли он? Необходим ли воздух существам, которые живут? Необходима ли вода существам? То есть, например, рыбки, они без воды не всегда могут жить, да? Они некоторое время поживут-поживут, а потом, опачки, и коньки отбросили. Соответственно, необходимо разобрать физику. Физика, она очень связана с миром, как мир выглядит, потому что, если, допустим, это как планета выглядит, то мы, естественно, понимаем, если у нас есть Солнце, которое обогревает это все, то в центре обычно находятся самые теплые, так скажем, части, потому что они наименьшим образом, вот если мы представим, да, вот у нас Солнце, а вот у нас наша планета, то вот эти вот части полюса, они будут наименьшим образом обогреваться. То есть, они находятся дальше всего. То есть, если мы посмотрим, это у нас высота, это у нас вот так вот идет, А это у нас гипотенуза. То есть у нас получается... Ну, конечно, криво нарисовал, но вы видите, что вот это вот расстояние, оно намного больше. Соответственно, обогревание идет меньше, следовательно, и если вы правдоподобную хотите создавать вселенную, то необходимо задуматься о том, что где будут находиться теплые места. И теплые места, они будут находиться рядом с холодными или нет? И какая есть причина тому, что они находятся рядом с холодными местами? Потому что обычно наши все климатические зоны, они постепенно вот так вот видоизменяются. Например, от теплого к более... от теплого к холодному. То есть сперва там теплый, потом менее теплый, потом совсем такой, совсем мало-мало-мало теплый, потом уже такой немного-жечко холодный, потом холодный. Соответственно, у вас как будет происходить физика? Что вот так вот постепенно или резко может изменяться? И законы работают как в матрице, где там можно вот так вот все делать, или же здесь работает как-то иначе. Соответственно, физику необходимо тоже разобрать. Четвертый вопрос, который стоит разобрать, это у нас различные языки, которые вы можете создать. Плюс мы вот так вот как-нибудь нарисуем. Да, то есть вспомните Толкина, вспомните дотракийский язык у, соответственно, G.R.R. Martin, да, вроде его так зовут, это, который написал «Игру престолов», «Песни льда», «Огня и пламени», вроде так называется. Плюс язык Na'Vi, различные канланги, различные артланги, которые у нас присутствуют, то есть constructed languages, artistic languages, то есть языки, которые используются в целях артистичных, то есть создания каких-либо вещей. Соответственно, для того, чтобы создать язык, необходимо обратить внимание на следующие вещи. Это письменность, какая используется, то есть writing system, то есть как записываются ваши символы. Это будет символ, один символ обозначает одну букву, один символ обозначает несколько, точнее, один символ обозначает несколько звуков, либо же один символ — это уже одно слово, которое можно обозначать как угодно, либо же один символ — это один большой концепт, и он обозначает, допустим, мир. То есть он тоже вот таким вот может образом обозначать. Например, у нас есть значки, вот когда вы переходите что-либо, дорогу, да, есть пешеходный переход, есть подземный пешеходный переход и так далее. Вполне возможно, у вас будут символы, которые обозначают что-либо, то есть симмиотика подключается здесь. Это такое понятие имеется, когда символами что-либо обозначаем, знаками. И, соответственно, необходимо обратить внимание на письменность, абджад, абугида, либо же это будет как латиницей у нас записано, либо кириллицей, либо же вы придумаете свой алфавит. Это письменность. Второе — фонология. Фонология — конкретно вам необходимо обратить внимание на то, как строятся звуки. Они будут содержать О, А, Б, В и так далее звуки как в определенных языках, либо же они будут иметь звуки особые. Например, собака гавкает, и это тоже особый звук. Плюс также, как у вас будут строиться звуки с точки зрения, они иметь будут высотность или не иметь. То есть, вот так вот я буду делать, это что-то означает или нет? Я сейчас D2, да, изобразил в некотором роде из «Звездных войн». Окей, это конкретно фонология и также, какие грамматические структуры используются в вашем языке. То есть, как выглядит грамматика, как выглядит синтаксис, как пишут слова справа налево, слева направо, сверху вниз, снизу вверх и так далее. Это тоже важный аспект. И также, как он соотносится с определенными существами. То есть, язык используется определенными существами. И, естественно, если у нас животные живут в каменном веке, то есть, вы понимаете, такая логика, что они живут в каменном веке, они такие прям вуду-пацаны, вожди и прочие шаманы, соответственно, вероятнее всего, они будут писать коряво. То есть, они будут писать вот таким вот образом что-либо. То есть, как гномы, да, у которых все высечено. Вот такие вот, то есть, сплошные линии. А если будет мягенько написано, то есть, как-нибудь вот так вот, да, например, да, то, соответственно, у них есть уже письменность, у них есть приборы, которые позволяют им что-либо писать. На это стоит обратить внимание, потому что обычно, если жестко выглядят наши письмена, руны, они обычно высекаются на чем-либо, гравировка. Соответственно, у них рядом имеется камень, то есть, мир находится там, у них, вокруг них есть камень, на котором они могут писать. Если же вокруг них есть, например, кора, и они на коре пишут, то тогда они используют не какие-нибудь камни и выбивают зубилом, а они используют, вероятнее всего, какие-нибудь ножички и выписывают на деревьях что-либо, на древе. Следующая, пятая вещь, на которую стоит обратить внимание, это история. То есть, какова история вашего мира? Что было до этого? Что будет после? Какой таймлайн? Как быстро течет время? Как движется? Тут даже история и в некотором роде законы тоже имеются. То есть, как время у вас течет, то есть, есть ли ночь, есть ли утро? Как время исчисления идет? По секундам, по минутам? Также, что есть время в вашей вселенной? Кто придумал это время? И вообще, какие события до этого были? Были ли битвы какие-нибудь? Битвы с шести воин, с десяти королевств и так далее? Это тоже стоит разобрать. Шестой пункт, на который стоит обратить внимание, это у нас, как выглядит карта вашего мира. То есть, это примерно, как и пункт номер два, то есть, как мир ваш выглядит. Это, в принципе, представление. То есть, это 3D-моделька, там, что-то такое. Как карта у вас выглядит? То есть, что есть, где находится? То есть, вот это вот стоит разобрать именно по местоположению. По вашей долготе, широте, альтитюду, то есть, высота над уровнем моря. И имеются ли такие показатели? Как они называют долготу? Как они называют широту? То есть, у нас есть, соответственно, долгота имеется... Так-то так, это слева-слева. Соответственно, у нас восточная. А, не, западная, западная. Слева западная. Западная долгота, либо же у вас, получается, восточная долгота, либо же у вас северная широта, либо же южная широта. Есть ли такие понятия в вашем мире, как юг и север? Соответственно, необходимо это разобрать. Есть ли речушки, различные травки, где растутся, что из себя представляет, где руда находятся. То есть, такие больше локальные вещи стоит обсудить на карте. Карта бывает как всего мира, карта определенного города, карта определенного государства, карта определенного, например, строения. То есть, план, как у вас выглядит что-либо, если вы это используете. Следующий, седьмой пункт, который стоит разобрать, это культура. То есть, культурные ценности, музыка, какая используется в вашем мире. То есть, вот, музыка. Есть ли кинематограф, и как он представлен, допустим, у вас не какая-нибудь фэнтези-вселенная, а вот достаточно современная. Есть ли там кинематограф? Это, по сути, к истории относится в некотором образе, к культура. Но мы можем записать и вот сюда. То есть, давай вот так. Play button. Есть ли социальные сети уже введены или здесь. И если есть, то как они выглядят. Соответственно, если это такая научная фантастика и так далее. И восьмой пункт, который стоит разобрать, а потом мы перейдем, соответственно, к трудностям, которые вполне возможно у меня сталкивались. Это вот восьмой пункт. Это отношение между расами. Например, вот давай вот так вот сделаем. У нас есть две расы, есть наподобие панки, да, и есть обычные скины, да, скинхеды. Например, какие отношения между ними? Это, кстати, тоже вселенная отдельная. Например, панки и скинхеды, и они живут в каком-то мире. Потому что у меня вот три вселенных, которые я создавал. Это Орелли Голливара. Конкретно это фэнтези-вселенная, которая развивается прям еще за потопные времена. То есть, давным-давно это было. И фэнтези, в общем, там, с магическими различными вещами. Кстати, магию тоже можете разобрать. Это конкретно к физике мира. Плюс, вот, Орелли Голливар, это такой мир фэнтезийный. Плюс также у меня есть современный мир, в котором мы сейчас живем. Более такая реалистичная вселенная. Это конкретно с Бористой, волшебным хорьком и плюс волшебный хорек. Реально, да? Волшебный хорек и бездомный. И третья вселенная, это путешествие панк-рокеров Кабира, Дэна и Майка на их Одиссея. В общем, панк-рок Одиссея. Они с помощью различных аттракционов путешествуют в космос. То есть, представьте, парк аттракционов. И они вот так вот, опачки, полетели на летучем голландце. Либо же просто они в скейт-парк попали и на скейтах полетели в воздух в другие вселенные. То есть, это их путешествие с помощью скейт-парков различных. Это вот интересно. Соответственно, отношения между одними, одной расой и другой. Как они происходят? Они враждуют? Они дружат? Они любят друг друга или же у них нейтральная равнодушие между ними? Они борются за определенные ресурсы? Необходимы ли им ресурсы? То есть, например, есть определенное пропитание. И обоим нужно это пропитание. Они являются хищниками или травоядными? Они являются хищниками, и они кушают друг друга? Либо же это цепь питания, что, знаете, у нас есть мыши, есть крысы различные в мире. То есть, мышки, и их кушают обычно совы. Соответственно, это определенная цепь питания. И у вас как происходит цепь питания? Есть ли его в зависимости одного от другого или нет? Это стоит тоже разобрать. Теперь конкретно с трудностями, с которыми я сталкивался. Конкретно это, вероятнее всего, физика наибольшая трудность. То есть, это понимание, как вообще действует мир. Это основное, на что стоит обратить внимание. Как из этого выйти? Необходимо просто описать все законы, которые имеются в нашем мире. То есть, необходимо уделить внимание физике, химии в нашем мире, как все устроено. И тогда вы сразу поймете, как устроен ваш мир. То есть, вы начнете понимать логику в соответствии со своим миром. Вы сможете легко параллельно ходить. То есть, например, как я вам приводил пример, с переходом. Переходом различных поясов. То есть, пояса имеются. Точнее, не пояса, а именно экваториальные зоны. Зоны именно природные, которые мы рассматриваем. Какие у нас там растения могут быть. Какая логика этих растений. То есть, если маленькие растения, вероятнее всего, там условия климатические не есть хорошие. Знаете, как сибирские различные вот такие маленькие растения бывают. И, соответственно, если это теплая страна, то вероятнее всего, там будут такие пышные, что-то пышное находиться. Прям красиво, тропики, влажность определенная. То есть, это вот стоит разобрать. Климат это самое основное, на чем стоит сфокусироваться. Обычно я провожу аналогии с реальным миром и перевожу на эту вселенную. Если вы придумываете просто без логики, то есть, логика, конечно, логика везде присутствует. Просто присутствует в несоответствии с реальным миром, допустим, да. У нас есть некое такое соотнесение с реальным миром. Если вы делаете без логики, вам все легко дастся. Если делаете вот прям, чтобы логичная структура вашей вселенной была, тогда необходимо делать соотнесение с реальным миром. Читайте просто Википедию, как... Ну да, это один из способов. Читайте Википедию, конкретно технические статьи про... Так, технические... про то, как устроены облака, почему у них такая определенная форма. Это стоит почитать. Есть, кстати, очень много, то есть, формы облаков, плюс также, как устроен климат, метеорология. Тоже стоит это изучить. И плюс также различные ветра, то есть, муссоны, да, у нас здесь бывают, и прочее. Почему устраиваться цунами, из-за чего возникают цунами, то есть, также различные летосферные плиты, есть ли они у вас в вашей вселенной, это тоже стоит рассмотреть. Как вы только это продумаете, то есть, физику мира, все остальное это изи. То есть, все реализуется очень просто. Необходимо просто создать существо, создать существо, и между ними отношения. Психология, в принципе, это достаточно легкая вещь, то есть, установить, почему они как-либо поступают. То есть, это... Вокруг нас очень много людей, мы живем в мире, и мы, в принципе, это понимаем спокойно. А вот не все бывали в разных государствах, не все видели различные тропические леса, например, и не всегда понятно, почему там вот так тепло, почему определенная свежесть ощущается, соответственно, это необходимо гуглить. В общем, господа, желаю вам успехов, все у вас получится, создавайте, реализуйте, и желаю вам успехов, все будет хорошо. Пишите в комментариях, какие у вас сейчас есть вселенные, насколько они проработаны. Чем более детально, тем лучше. Всех благ вам, пока!